Добрый день, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Евгения Встигнеева, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста СССР. Евгений Встигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде. Его отец был на 20 лет старше матери, оба они были рабочими, Александр Михайлович — металлист, Мария Ивановна — фрезеровщица. Женя рано остался без отца, мама второй раз вышла замуж, но и отчим умер, когда мальчику было 17. До войны Женя успел окончить семилетку и в 1941 году пошел работать электромонтером. Потом год проучился в дизелестроительном техникуме, но после смерти отчима пришлось идти зарабатывать. В 1943-1947 годах Евгения работал слесарем на заводе «Красное этно» в Горьком. В 1951 году окончил Горьковское театральное училище и до 1954 года был актером Владимирского областного драматического театра. В 1956 году окончил школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТ и стал актером этого театра. В середине 1955 года студенты школы-студии МХАТ, среди которых был Иев Стегнеев, создали студию молодых актеров, которая через год стала базой для нового столичного театра «Современник». В 1957-1970 годах — артист театра «Современник». С 1970 года — артист МХАТа. Сниматься в кино Евгений Встегнеев начал еще в 1957 году, первый фильм-поединок, преимущественно в небольших ролях. Позже на счету актера было уже около двух десятков главных ролей. В 1964 году сыграл роль энергичного начальника товарища Дынина в дебютном фильме «Добро пожаловать или посторонним в ход воспрещен». Евгений Встегнеев — один из наиболее разноплановых актеров в истории советского и российского кинематографа и театра. Евгений Встегнеев блестяще перевоплощался в тихих интеллигентов. Васисуалий Лоханкин в одноименном фильме «Профессор Плейшнер в 17 мгновениях весны», «Старый зэк в по прозвищу «Зверь», «Папа в мы из джаза», мировых светил науки профессор Преображенский в «Собачьем сердце». Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху», я смеюсь. Дей богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбит из себя все эти галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Выпивох Иван Адамыч в Старом Новом Годе, неуловимых миллионеров Александр Корейко в «Золотом теленке», крупнейших государственных деятелей разных эпох вице-канцлер Алексей Бестужев в «Гордмеморинах вперед», незадачливых охотников за сокровищами хромой итальянец в невероятных приключениях итальянцев в России, бывших звезд эстрады Алексей Беглов в «Зимнем вечере в Гаграх», аристократов, военных и многих других персонажей. Евгений Встигнеев снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении. Кроме вышеперечисленных кинолент, запоминающиеся удачные роли были в фильмах «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», место встречи изменить нельзя, «Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал». По семейным обстоятельствам «Зигзаг удачи», «Так что мы с тобой два сапога пара, изменять я тебе не буду, ты мне тоже не будешь, кто на тебя польстится». Последнее лето детства, бег, ночные забавы. Последней ролью актера в кино был «Царь Иван Грозный» в фильме «Ермак». Евгений Встигнеев в 1976-1985 годах ввел педагогическую работу в школе-студии МХАТ, с 1977 года, профессор. Также преподавал на высших курсах сценаристов и режиссеров курс актерского мастерства. Актер был трижды женат, первая супруга, актриса, а затем художественный руководитель театра современник Галина Волчук. 29 октября 1961 года у них родился сын Денис, ставший в будущем известным кинорежиссером и оператором. Вторая жена, актриса Лилия Журкина. В этом браке появилась на свет дочь Маша, ставшая впоследствии, как и ее родители, артисткой театра и кино. Третья супруга, молодая актриса и его ученица Ирина Циевина. 1 марта 1992 года актер в последний раз вышел на сцену театра в спектакле Игроки 21. 2 марта 1992 года актер вместе с женой Ириной вылетел в Англию, где ему должны были сделать операцию на сердце. Евгений Евстигнеев скончался 4 марта 1992 года на 66 году жизни в одной из клиник Лондона накануне операции. В Нижнем Новгороде возле Нижегородского академического театра драмы установлена скульптура Евгения Евстигнеева. Нижегородское театральное училище носит имя актера. Во Владимирской области учреждена театральная премия имени Евстигнеева. Евгений Евстигнеев лауреат государственной премии СССР, за спектакль Столивара, государственной премии РСФСР, за фильм Собачье сердце, лауреат премии Хрустальная Турандот, награжден орденом Трудового Красного Знамени, за заслуги в производстве советских телевизионных фильмов и активное участие в создании фильма «17 мгновений весны». Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку, очень приятно читать ваши положительные отзывы о моих видеоработах. Желаю, чтобы вашей постоянной спутницей была удача, пусть она приносит успех в делах, оптимизм в душе, искренность в чувствах, уверенность в жизни.